Друзья, какие же я все-таки использую красители для эпоксидной смолы и какие нужно использовать? Этот видос как раз будет очень полезен для тех, кто только начинает и не знает чем колеровать эпоксидную смолу Начну с того, что сразу скажу, все красители в открытом доступе продаются у производителей эпоксидных смол Я покупаю в 90% случаев ровно там, где и заказываю эпоксидную смолу У каких-то производителей более насыщенная цветовая гамма красителей У кого-то чуть меньше и у всех понемножку покупают те или иные красители Для чего и какие бывают, сейчас расскажу более подробно Каждый краситель для смолы имеет свои определенные свойства И все зависит от того эффекта, который вы хотите добиться Есть жидкие пигменты, есть алко-чернила Для того, чтобы смола имела прозрачный цвет, но при этом имела какой-то определенный оттенок Как раз добавляются жидкие пигменты или алкогольные чернила Смола после добавления получается подкрашенная, но прозрачная Причем на всю глубину изделия Есть пигментные пасты, которые как раз при добавлении которых Цвет получается более насыщенный, смола менее прозрачная Можно добиться, все равно иметь эффект прозрачности смолы, но цвет будет более насыщенный Но чаще всего это используется паста для того, чтобы изделие было совершенно непрозрачным и заколерованным На самом деле можно их как раз и совмещать Допустим взять алко-чернила и добавить в пасту, уже замешанную со смолой И алко-чернилу дают определенные разводы на самой смоле И цвет начинает играть совершенно по-другому Дальше есть пигментные порошки, которые дают определенные переливания цветов Допустим можно взять оранжевую или красную пасту и в нее добавить такой же красный пигмент А можно добавить перламутровый пигмент И, соответственно, смола будет иметь уже переливание очень красивое и очень интересное Можно всеми этими красителями легко управлять Просто добавлять тот или иной краситель уже в заколерованную смолу по чуть-чуть Можно добавить металлизированную пасту Есть с эффектом металла, есть порошки с эффектом металла Также имеются определенные переливания с металлическим эффектом Чтобы всему это научиться, этому на самом деле вообще не сложно Нужно просто не бояться и пробовать И важная такая информация Не нужно использовать, хотя бы на начальном этапе, не использовать красители на водной основе Потому что данные красители очень плохо смешиваются с эпоксидной смолой Но иногда я пренебрегаю данным правилом Как раз для того, чтобы добиться определенного декоративного эффекта Данный краситель из-за того, что он плохо смешивается с смолой Выпадает некими такими интересными хлопьями в осадок Или в середине смолы И получается такой интересный, красивый эффект И также не стоит использовать красители Автомобильные какие-то краски В которых присутствуют растворители Растворители способствуют разжижению эпоксидной смолы И если это небольшая, мелкая какая-то заливка То твердость и жесткость смолы поменяются И будет отличаться от заявленной производителем Если это большая объемная заливка В ней так сильно данный краситель не повлияет на нее Поэтому не используем на водной основе Не используем с растворителями Можно использовать в процессе заливки Или поэтапное заливание слоев смолы Акриловые краски Наносить какой-то определенный рисунок на смоле Создаваясь какого-то 3D эффекта Чтобы научиться совмещать определенные цвета Для этого есть у нас некая шпаргалочка Чтобы понимать какой цвет подходит к другому цвету Есть в интернете, загуглите Есть цветовая схема Итана Такой кружочек Разбитый на сегменты И в них указаны цвета комплементарные Друг напротив друг Которые могут подходить При использовании тех или иных цветов Это всего лишь как шпаргалка Чтобы добиться какого-то интересного своего эффекта Тут главное не бояться Главное нужно понимать Что чем больше вы экспериментируете Тем интереснее у вас получится цвет и ваша работа Друзья, не бойтесь Все обязательно получится в той или иной степени у каждого Всем, друзья, хорошего настроения С вас лайкос и обязательно подписочка Всем добра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok